Психологи утверждают все проблемы из детства, но так ли это? Давайте разбираться. Здравствуйте, вы смотрите программу Город С, с вами Мариана Мирная. В гостях у меня сегодня актриса и режиссер спектакля «Шоу Крипс». Здравствуйте. Здравствуйте. В полном составе. Очень рада, что все добрались. Алла Винальевна, давайте, наверное, в двух словах, что же такое «Шоу Крипс», как это, с какого языка переводится, чтобы сразу у нас телезритель тоже понял, о чем речь. Ты сразу заставляешь меня выдать ту тайну, которую мы в спектакле пытаемся сохранить до конца. У нас как бы зубили немножечко рамки. Да, да, да. Но «Крипс» — это такое жаргонное слово в переводе и с английского, и с немецкого. Оно пользуется и там, и сям. Это уроды, это пресмыкающиеся, это подонки. Я не знаю, как это ближе к нам. Ну, я не знаю, может быть, лузеры, вот мы еще говорим, да, как-то. Но скорее все-таки какие-то такие вот мерзкие типы, вот так бы я сказала, такие мерзкие типы. Вот. Ну и вот шоу вот таких мерзких типов, которые ты наблюдала. Которые, конечно, да. Девчат, такой вопрос. Вот вы еще очень молоды сами, прекрасные молодые девушки, но не так давно вы были в том возрасте, да, когда это молодежные какие-то, я не знаю, подростковые, может быть, постподростковые, да, какие-то ломки у человека, что человек в становлении проходит и как-то ищет себя и так далее. И как раз вот ваши три образа, они очень наглядно демонстрируют, да, какие бывают девушки вот этого возраста. Вспоминали ли подруг своих каких-то? То есть как создавались эти образы? Давайте, наверное, вот такой, так я задам этот вопрос. Мне это тоже очень интересно. Кого вспоминали? Какие наблюдения, да, были? То есть кто помогал, условно, кроме Алвина, в создании ваших образов? Надюшу. На самом деле там три образа очень яркие, они такие прописанные, вот. Я их для себя назвала из другой пьесы «Металлолом» Иванов, Петров, Сидоров, вот. Там они тоже очень четко прописаны, то есть это девочка, ну, про нее сама. Катя расскажет, вот, я про своего персонажа расскажу, вот. Сегодня, мне кажется, такое время вот этих всех гаджетов и прочего, когда человек через них общается. Вот у меня абсолютно такой персонаж, который вот она вот в этом вся. Их полно сейчас. То есть тут можно даже без наблюдений знать, про кого идет речь. Вот, то есть девочка, которая у нее все в порядке, она из обеспеченной семьи, то есть кажущаяся такая благополучность, кажущаяся. Вот. Ну что, вот за этим стоять, за всем? Вот. Одиночество, пустота, как бы такой мир, в котором ты очень шатко стоишь на ногах. Есть ответ на вопрос, что не хватает вот этой золотой молодежи, потому что она есть не только в Германии, да, там, или в Америке, она есть везде. И вот этот образ этой золотой молодежи, он, в принципе, достаточно широко там и открыт, и развит. Что им не хватает? Вот ты ковыряешься в этом образе, да, наполняя его какими-то характеристиками. Какой-то ответ на этот вопрос смогла найти? Или нет этого ответа? У меня вообще такое ощущение, что она заложница этого своего образа, который она создала, такой вот, как бы она понимает, что она принадлежит этому обществу, она должна соответствовать так, она должна, мне кажется, если вот у нее есть в финале там речь о том, что я хочу в Америке учиться на журналистику, если бы она туда уехала, она бы вот абсолютно существовала по-другому. Она бы сняла бы с себя всю эту маску, вот она была бы настоящей. Я думаю, сейчас я чуть вставлю. Хороший вопрос, прям замечательный вопрос, чего не хватает? Ну, правда, правда, потому что, наверное, ради этого, черт возьми, ради этого мы и делаем какие-то спектакли, там, авторы пишут книги, да, что человек понял, прочел и что-то обрел, да? Во всяком случае, одно из пониманий, чего же мне надо, чего мне не хватает. Я думаю, что вот персонажу девочки, которая играет Надя, она все правильно сказала по поводу, все в шоколаде, все обеспечено, и выясняется, что этой девчонке не хватает просто друзей. Человеческого общения, да. Просто понимания, просто общения, просто того, кто бы ей сказал правду в лицо. Кому бы она могла сказать правду? Не хватает ее личной какой-то персоналиции, да? Фальш, да, фальш, которая сейчас, она в жизни не только же у детей, черт возьми, она сейчас и у взрослых. Мы так заигрались, мне кажется, вот в этот протокол. Мы заигрались в него, мы другие, мы играем в это, так положено. Нельзя повышать голос, нельзя, нужно улыбаться всегда, мы в это заигрались, все внутри другие. Но это, и к этому подтягиваем своих детей, и уходит, ну, какая-то подлинность, какая-то подлинность душа и эмоциональность. Настя, у тебя тоже очень интересный, на мой взгляд, персонаж. Я тебя не видела в подобных ролях, и мне было очень интересно наблюдать, и насколько, вот, все-таки, вот, ответь мне на вопрос, девочка с нездоровой все-таки психикой, да? Достался тебе персонаж-то такой, или она здорова, но что-то там у нее надломилось? То есть, да, то есть, она действительно, она как бы неуравновешенная, неустойчивая, или она действительно больна? Да, ну нет, конечно, она не больна, нет. Какой диагноз? Ну, нет, там, ну, психика, это, конечно, проблема есть, это дело даже не в этом. Дело в том, что в каких условиях, конечно же, девочка живет, как, что ей приходится испытывать через, как перебороть себя, ради, ну, как бы, ради достижения каких-то там целей, которые ей дает ее семья, ну, да, мама, потому что семья только, только мама, да. Для меня, конечно, ну, лично для меня была роль, что это, ну, понятное дело, что она сопротивление, что такое, да. А, у тебя все роли, что сопротивление. Да, но сам факт, что я, наверное, до последнего, вот, прям перед премьерой, вот, для себя последние вопросы какие-то, ну, ответы давала на это. То есть, мы, даже у нас был последний прогон, и мы только сделали финальный мой монолог, который для меня решил весь мой образ, вот, полностью. Завершил. Да, завершил, и чем было здорово, конечно, что вот наша премьера, она все, наконец-то, во мне сложила, наверное. Этот персонаж прям сложился во мне. И я кайфую, мне не тяжело, мне прям, ну, вот, я получаю дикое удовольствие от этого персонажа. Мы даже иногда шутируем в стиле Маррен. Я чуть-чуть, чуть-чуть добавлю, вот, сказала о том, что кроме Алвина Эдина, там, где вы какие персонажи, вот, удивительно, мы, ну, мы же не даром называемся «Мастерская», мы пробуем, и вот этот спектакль, честно хочу сказать, Алвина Эдина там не так много, потому что это все долго репетировалось, и как-то они все сами, все сами, ну, Алвина там что-то вот, ну, что-то вот там пыталась заставлять. И честно хочу сказать, у нас, как ни странно, не было процесса, принятого в театре, а прогон один, прогон другой, там, еще прогон, и все. У нас, фактически, я им сказала, мы никаких мизансцен, ничего этого нет, вот как хотите, так и существуйте. Самое главное, чтобы, вот, правильно, чтобы вы в душе, внутри вы понимали, вы жили этими персонажами. Это у нас был такой эксперимент, поэтому мы, и премьера у нас, ну, даже не премьера, а как диспет. Волновались очень, да, то есть вы 10 раз сказали о том, что эксперимент – эксперимент, а так получилось удачный эксперимент, что ни у кого и не возникло мысли о том, что, а в чем эксперимент? Потому что, мне кажется, девчонки, я вместе с ними, безусловно, мы освоили какой-то новый, у нас сейчас много их каких-то жанров, способов существования. Мне кажется, что на этом спектакле мы освоили, во всяком случае, подошли к освоению вот этого вот проживания импровизационного, потому что и тексты они говорят, какие хотят, и все, ну, правда, правда, рождаются какие-то. Самое главное, есть три персонажа, вот, и это классно. И они, конечно, сами их принесли, откуда мне знать? Откуда мне знать? Катюш, ну, у тебя такой персонаж получился, ну, во всяком случае он так прописан, да, такая девочка-пацанка, такой рэпер, да, юный и так далее. Близок ли тебе такой образ? Потому что ты вот такая сидишь красивая вся в платье. Спасибо. А там прям под пацаненок пацаненком. Ну, вот, когда посмотрела мама, она сказала, ты мне такая знакома. Да, вот так даже. И я, да, когда я училась в школе, я не скажу, что я была прям пацанкой, но стиль милитари он преобладал, вот. И поэтому там джинсы, кеды, да, все это я любила, но рэп я не читала, поэтому это было новое. Вот, и вообще мой персонаж, она такая, вроде бы, простецкая девчонка, вроде бы так, ну, на самом деле тоже вот есть больной. Не просто же так она приехала. Конечно. Тоже хотела вырваться, хотела попробовать, но я думаю, у нее получилось. Она же там, она оказалась, но как все обернулось, конечно, никто не знал об этом. Мы когда, мы как-то сейчас два слова, когда про Катин персонаж говорили, у нас мы все время, ну, мы все время говорили, ну, ты Сызрани. Да, ты Сызрани такая. Мы так, эту бедную Сызрани, честно, ее все замучили во всех шоу, но мы все время говорили, и это же действительно проблема. И Катя, он с нами, это вот, как бы, ты троих видишь, а с нами еще работали девочки, ну, в качестве каких-то тренингов и так далее. И они тоже все были не самарские, они все были приезжие из Урюпинска, этого и так далее, из Сызрани и всяких прочих. И они говорили, да, 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 у нас тоже так же, мы вот приехали как бы в столицу, и как, и хочется вырваться оттуда. Поэтому он такой собирательный был у нее образ, да. Слушайте, ну вот хорошо, поговорили, вроде по два слова сказали про ваших персонажей, не хочется раскрывать все-таки все, да, тайны, про что там и так далее, поэтому я смотрю, все так аккуратничают. Конечно, но зритель должен прийти и посмотреть. Но хочется поднять такую тему, как, ну, вот проблемы, наверное, молодежи в таком глобальном смысле, потому что так или иначе, сидя, да, там, на каком-то совещании проблемы молодежи, мы не решим, да, или что-то там, написав какую-то статью, мы проблемы не решим. В этих персонажах ваших кто-то увидел, может быть, свои какие-то черты в одно, в другом или третье, да. То есть насколько вот тут, ну, философско-обучающая вот эта линия, наверное, да, или какая-то такая, что посмотрел что-то, отметил, какие-то ответы для себя нашел, насколько это важно для вас, как для актрис, для вас, как для режиссера, и у всех ли, как бы, да, были сами, когда друг на дружку еще смотрели, что-то тоже удалось в соседке разглядеть. На самом деле, вот для меня просто важное, наверное, что у меня была сестра моя младшая, ей 13 лет, и она пришла на этот спектакль, после чего она выбежала с тем, что да, я, для меня это прям, прям чувствовала, что не надо взрослых, не, взрослых тоже надо, надо подростков, наконец-то есть спектакль, где подростки, да, где вот их тема раскрывается. И говорит, я и своей тоже поняла, где я, ну вот, где мне с чем-то справиться тяжело в той или иной ситуации. И она сегодня, кстати, в нашей группе ВКонтакте написала отзыв. Молодцы, впрочем, вообще интересно почитать. Интересно, да. Что еще, Надь, есть какие-то вот ответы, которые не в своем даже, а вот в персонажи других актрис? Ну, вообще такая, Марина, ты знаешь, что когда мамой становишься, ты уже смотришь на многие вещи, как по-другому. Иначе, конечно. В позиции, да. Что мы делаем, как родители, не так, вот. Поэтому, конечно, тут очень много вопросов и тем для размышлений, вот. Я не буду раскрывать, я думаю, что нужно приходить, и на этот спектакль как раз-таки, и цель его для этого, чтобы родители приходили со своими детьми, и... Да любые, даже взрослые могут одни приходить. Да, 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 взрослые. То есть он такой объединяющий спектакль, и ту аудиторию, и эту. А было у тебя такое, что ты вот пока свою роль репетировала, работала, что вот я со своими детьми никогда так не поступила, вот никогда так не буду делать, потому что у меня возникли эти мысли, честно. Да, это хорошо. Я вообще никогда, вот так вот, пусть там свобода будет у девчонки. Да, я иной раз думаю, что вот, оказывается, вот что, нельзя делать ни в коем случае. То есть я вот себя на этой мысли тоже иногда ловила, что как бы ошибки-то они, мы их делаем как-то так вот машинально. От любви же, все же родители. И у этих, у всех девчонок, они же не плохие родители, они все делают от любви. Как бы все, эти стараются, эти стараются. А получается, вытекают неправильно. Они дают полную свободу, как у этой девочки. Они себе там работают, ну, кормят, поят, одето, обута, как мы, одето, обута, сыто, что, делают, что, прочее, что еще надо, да. Тут мама страшно хочет, чтобы девочка как-то чем-то стала, в конце концов, а она там все, вот ей нравится быть троллейбусным этим, кондуктором, и все. А мама хочет, чтобы она была, я не знаю, актрисой. Вот так, поэтому тут, ну, я не знаю, знаете, вот Настя про сестру сказала, а мне было очень важно, ну, потому что, правда, волновалась, и я, если честно, не ожидала такого приема, правда, я думаю, ну, ну, мы сыграли там какую-то молодежную штуку, ну. И подошла женщина с такими полными глазами слез и говорит, у меня четверо детей, и они все уже учатся, и я должна, класс, давайте два, давайте где-то, поскольку у нас пространство-то маленькое, мы говорим, мы не можем два класса сюда посадить. Ну, она говорит, я найду сама, ну, вот, площадку, ну, а у нас же все спектакли мы такие, да хоть на крыше, хоть в подвале, вот. И она говорит, это нужно, нужно смотреть, и родителей, давайте на родительском собрании сыграем. Слушайте, вынимаем заявки. Скоро средние и высшие учебные заведения и старшие классы школы. Понимаете, да, и это все хорошо, и я не хочу обидеть там другие театры, они у нас все прекрасные в городе, все делают замечательные работы, и все. Ну, ведь здесь это не я, это вот эта женщина, она говорит, нет же спектаклей про подростков, их нет. Прекрасно, там классика, прекрасно там то, что новое что-то пробуется. Оказалось, что вот такая, в общем-то, незамысловатая пьеска, пустая, простая такая пьеска, ну, там три девчонки. Оказывается, она сегодня очень нужна, потому что об этих проблемах простым языком нет. Можно, конечно, сыграть Чацкого, можно сыграть там, я не знаю, Евгений Аней, да, это все можно. И дети должны там в этом что-то найти свое, и это правильно. Но вот таким простым языком, без всяких замысловатостей, выяснилось, что это интересно. Вот когда мы репетировали, Алла Виназина говорила, что помните, это подростки, они более ранимые, более чувствительные, и по-другому воспринимают мир. Они максималисты такие, да, это юношеские у них преобладают. Да потому что я наелась от вас, от всех, от молодежи, в вашей обиде. Поэтому она говорила, помните, подростки, совершенно иначе, вот мы старались. Трудно трансформироваться, потому что, ну, понятно, актрисам, актерам приходится часто и не свой возраст играть, да, не свой образ, ну, всякое бывает, работа у вас такая. Я сейчас твою роль сыграю. Подожди, подожди, подожди. Вернуться. Ты нам ответь. Они сыграли, мы сейчас не будем уточнять их возраст. Да. Я изначально сказала, я говорю, вы еще молодые такие, а уже, ладно. Ты их приняла как подростков? Приняла, конечно, потому что абсолютное попадание, вот на мой взгляд, произошло, и не было, даже не возникало вопроса, что, хм, а что-то как-то, возраст, наверное, какой-то не тот. Тут вот она, наверное, постарше. Молодцы. Нет, правильно все. Слушайте, хочу вот такой момент тоже поднять, потому что есть такая штука, ну, восприятие взрослого, восприятие молодого человека, да, и вот сейчас проговорили о том, что детей с родителями, да, или там отдельно детей, но есть коллеги, есть те люди, которые смотрят на ваши работы, может быть, другими какими-то глазами. И мне все хочется про отзывы услышать, потому что ты говоришь, что там сестра написала, ну, сестра – это сестра, да, зритель, который вас любит и так далее, это зритель. Приходят коллеги. Я знаю, что были коллеги на премьере, рядышком мы все сидели, смотрели. Ну, это коллеги, это родственник. Хорошо, вот была, приходила девушка, девочка, она, как бы она знает материал, и она вообще говорит, что, конечно же, вырос, и вообще спектакль – это спектакль. И она плакала, она смеялась, она верила всему, Полина, ей очень вообще понравилось, и она такая, девочки. Ну, коллеги, расскажи, ну, что Андрей, скажи, ну, как бы вот. Ну, да, человек, который связан с театром, он не актер, но он работает в театре. Он такой большой интеллектуал, мы его все любим, и мнение его ценят. Да, ну, его, конечно, очень многие вещи стреляли, даже его, ну, ему уже 30 лет, но все равно его стреляло даже там. Он вспоминал себя, особенно, там, с моим персонажем связанное, когда, там, пытались что-то, нужно, нужно выступить. И он там вспоминал, как у него случались провалы в те или иные ситуации. И говорит, я сидела и думала, блин, как это гениально, а это гениально сделал. Ну, вот это, блин, ну, как так? Как они, ну, он переживал, конечно. В самом спектакле участвовал. Да, поэтому ему очень тоже понравилось. Ну, у нас, ты понимаешь, какая история с коллегами-то, вообще, как бы, с коллегами, это если говорить даже не про этот спектакль, а вообще. Ну, мы же не театр. Вот я тоже хотела сказать. Мы не театр. Мы такая сбор друзей, мы такая антреприза. И, как бы сказать, мы ни с кем не конкурируем, нам не нужна, там, какая-то значимость. Мы, вот, сами высказываемся и со зрителем разговариваем. Поэтому, ну, как сказать, конечно, хочется быть художественно обоснованными. Вот. Но все люди, которые к нам приходят, и коллеги в том числе, удивительная штука. Никто, вот, ни разу, и на другие, там, на Выбирай, на Металолом приходили, и там, на Кристи, и на все прочее. Вот не было такого разбора, как даже я себе позволяю, когда я смотрю, там, вот, в театрах с дачи, какой-то такой профессиональный. Вот это так, свет так, а тут не так, а вот костюмы не так, а декорация не... Там, мысль не выражает, и все прочее. Я вот ни разу, ни со мной, ни, по-моему, с девочками об этом разговора не было. Все время идет разговор о теме, которую мы поднимаем. Понимаешь? И это важно. И я тоже, я прекрасно понимаю, конечно бы, нам бы свет бы, да нам бы какие-то декорации. Пушку нужны. Да нам бы, да. Понимаешь? Ну, там вот и заходят, да? Ну, да, поэтому вот, как бы, и коллективно мы приглашаем тех, которым это интересно, а не судить нас, а вот театр мы или не театр. Ну, конечно, мы, ну, куда нам конкурировать там с какими-то театрами, у которых все есть и возможности, и нам это не нужно, мы другие. Хочется еще какой момент затронуть. Вот я смотрела, у меня было полное ощущение, что если перенести это на телевизионный формат, это вполне мог бы быть сериал. Наверное, тоже, да, такая мысль возникала. Как вот это, вот такой коннект того, что происходит на сцене? Ой, я вот сейчас раскрою тайну, да, раскрою тайну, только в твоей, больше не буду нигде говорить, только в твоей передаче, буду говорить, она вот там говорила. Значит, пьеса-то, пьеса такая, она сборная, пьеса-то, она зарубежная, и, в общем, как бы, совсем даже не наша. Конечно, но когда мы репетировали, и вдруг сами поняли, что это все наше, наше, и сейчас, ну, а поскольку я все-таки драматург же, я у тебя тут недавно как драматург была, правильно, я все-таки драматург. В тот раз как драматург. Поэтому очень хочется, и сейчас это модно, в общем-то, позволяется, очень хочется из этих нескольких пьес сделать такой микс про Самару. То есть мы всех этих девочек перенесем в Самару. Я понимаю, что им заново учить текст, Настя так прям, она так, что она творит. Ну, а что делать, мы же мастерская, если это получится. И вот мы тебя обязательно пригласим, потому что и все истории, и все события, у нас же как бы тоже, ну, мы другое напишем. Вот Катя уже точно из Сызра не будет. Конечно, да, Катя у нас будет, да, ну, может, поближе она захватит, может, отрадного захватит. На выбор, пожалуйста. Вот, потому что, ну, наверное, Надя на героине, это Самара столичная. Ну, а Настя, вот, может быть, Тольятти или Сызрань что выберет? В зависимости, значит, вот, потому что мы тоже, мы самые смешные, мы в этом живем. Есть Самара, есть Тольятти. Прекрасный город Тольятти. Ну, как бы, Тольятти-то это, ну, Тольятти, ну, в Самаре же, нам же надо в Самару. Вот, поэтому, если это получится, поэтому мы вот сыграли, как бы, сейчас один раз, за лето я, вот, еще подумаю, и может быть сериал, и кто его знает, может, на вторую часть напишем. Да, и запросто. Вот, потому что что нам стоит дом построить, правильно? Драматург есть, артистки есть, они все фантазерки, сами кучу текста сочиняют. Так что, ну, почему бы нет? И каждый раз будет новая троица, так что кастинг, можно объявить кастинг. Нет, еще же интересно, у нас ведь, там же есть еще персонаж, мужчина, который не показывается. За кадром, да, 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 но он же живой, мы живы, он же у нас не в этом самом. Не записывая. Более того, значит, ты смотрела вот с Кириллом, но у нас шел разговор с Сергеем Тюпаевым, который с удовольствием хочет в этом поучаствовать, шел разговор с Федором Степаненко, который, со всеми ведущими города. Меняющийся голос за кадром. Которые будут, они будут по-разному это вести. Абсолютно. По-разному, они будут делать разные акценты. И это будет интересно. И я здесь пользуюсь, пользуюсь, пожалуйста, всех ведущих, мы можем провести через наш спектакль, приходите к нам. Это мы объявляем. Это мы объявляем. Ребята у нас до конца остается, да, времени мало, но хочется такой еще момент. Где вот брать ресурсы на то, что, объясню, когда ты на большой сцене, у тебя какой-то драматичный текст, да, ты что-то рассказываешь, душу, можно сказать, наизнанку выворачиваешь. Там далеко. И зритель, да, там вы не видите, когда на большой сцене, софиты и прочее. А тут мы в нос дышим, получается, площадка всегда такая. Главное правило артиста в нашей мастерской – не наступить на ноги зрителю. Не наступить на ноги зрителю. А вот эта вся душа-то наизнанку, она же продолжает выворачиваться. Как? Прям вот быстренько. Я сидела, у меня там момент был, когда я прям набрала его, в общем, у моего персонажа случился срыв, и я села, сижу, и там сижу, плачу, 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 и рядом со мной мужчины, женщины сидят, но я же краем глаза вижу, я же не сумасшедшая. Сиди так. А когда Настя собиралась, она убегает. Мужчина совершенно истинный, да не уходи, не уходи. Кстати, есть момент, что хочется поучаствовать, а именно непосредственно и близости. Мне кажется, вот в этом и крутость, то, что мы прям очень близко друг к другу, и это не напрягает, наоборот, идет прям контакт, и это очень здорово. Нет, во-первых, это очень интересно, я два слова скажу, значит, а ты была на дне рождения, нам исполнилось три года, ровно три года назад, мы начинали вот с того помещения, в котором ты была, нельзя говорить, ну, прекрасные люди, прекрасное помещение, и спасибо им огромное, у нас планов, громадье сейчас с ними. Вот, просто громадье, не буду рассказывать, но я думаю, что это станет таким центром, ну, всяческих каких-то экспериментов. Вот, но самое интересное, мы же там играли «Выбирай» тоже, и Нина Лаленко, наша всем любимая, известная, ведущая, сыгравшая миллион ролей на сцене и на камерной, и на такой, и на такой, мы играем «Выбирай», заканчивается спектакль, Нина выходит и говорит, «Как я устала, я такие роли играла по четыре часа, как я из меня все, я говорю, вот, дорогая моя, вот когда по-настоящему, она говорит, ну, устала в смысле, она говорит, я пустая, я все отдала». Да, я все отдала, я все отдала. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok